Тиндельта На науки в атаку бросаемся Давай за вас Учись, брат, до конца Давай за тех, кто верил в результат Давай за тех, кто это создавал Давай за всех, на ком без факт стоял Так, господа, добрый день Давно у нас что-то не было теории Так все раскладывалось Ну, что касается последнего ДЗ Про поля и потенциалы сферических распределений зарядов Вообще-то плохо Например, когда у нас имеется равномерно заряженный по объему шар Почти все, либо туда не провели силовые линии В заряженном по объему шаре Отсутствует электрическая поля Либо провели все линии до центра Как будто бы весь заряд шара сосредоточен точечный в центре Это верно, когда мы находимся вне шара А когда мы находимся внутри шара Чем дальше мы уходим от центра Тем Больший эффективный заряд есть Там же поле линейно возрастает Ну, что касается потенциала То очень многие нарисовали график потенциала с разрывом Вот он как-то идет Потом прыгает Если он прыгает Это означает, ведь потенциал это работа по перемещению единичного заряда куда-то Это означает, что на бесконечно малом участке совершается конечная работа Какая тогда там должна быть сила на этом участке? Бесконечно большая И поле бесконечно большое Я не понимаю Наконец, в одном варианте задачи требовалось потенциал подобрать так Чтобы поверхность какой-то сферы имела нулевой потенциал Ну, что сделали? Все сдвинули график до этой поверхности, нулевой потенциал А дальше до бесконечности потенциал оставили прежним, будто в бесконечности 0 Нет, господа, у нас потенциал определяется и потенциальная энергия с точностью до константы Но эта константа должна везде быть одинакова Если в какой-то точке у вас потенциал не 0 Если вы его считали относительно бесконечности А вас просят сосчитать потенциал так, чтобы в этой точке был 0 Вы весь график должны сдвинуть на это расстояние Ну, вот как-то так Ну, сегодня у нас с вами тема Электростатические поля при наличии вещества До сих пор мы с вами занимались электростатическими полями в вакууме Теперь электростатические поля при наличии вещества Ну и первый вопрос Общие определения и обозначения Общие определения и обозначения Ну вот давайте рассмотрим Какой-нибудь кусок вещества И где-нибудь для определенности точечный заряд Я рассмотрю один точечный заряд Хотя их, конечно, может быть и много Пока не было вещества Наш заряд Или система зарядов Потому что как получится Создавали электрическое поле в вакууме Но если это был точечный заряд То поле выглядело как-то вот так Если зарядов было больше То поле, естественно, выглядело сложнее Ну, конечно, не само поле А линии напряженности вектора Е С помощью которых мы изображаем поле О, кстати Еще И главное У многих Были нарисованы в некоторых участках Между сферами силовые линии На которых стрелочки смотели Сразу в обе стороны Туда и сюда Это как? Если линия поля Показывает направление силы Действующей на единичный заряд Это как А как может быть На одном участке Сила и туда, и сюда? Пока сейчас мы ехали Из Заполярья Я проверял Увидев это В это время машину Оливилла Она чуть в столб не влетела Она говорит Это что, говорит Массовый психоз Или массовая тупоумия Вообще Нет, я понимаю У одного человека Ее было мнение Всем колы У кого так Потому что Массовый психоз Это опасно Это значит Один написал Глупость Остальные списали Не удосужившись Понять Что они списывают Ну Ну Так вот Давайте те заряды Которые Были в начале Пока мы не внесли вещество Эти заряды Будем называть Свободными И обозначать их Индексом нолик Например Ку с ноликом Ж Это свободный заряд С номером Ж Я нарисовал только один заряд Может быть их много И то поле Которое Создают все Свободные заряды Теперь будем называть Е с ноликом Теперь Когда мы вносим Вещество Надо понять Самое главное Что с точки зрения Не только теории Электричества А вообще физики Вещество Это вакуум В который Понапихали Чуть-чуть Заряженных Элементарных частиц Из них некоторые Заряжены И все А вообще-то Это вакуум Потому что Я напомню Что если мы Атом нарисуем Так что ядро будет Заметно На этой доске По величине То электрон Мы должны будем Нарисовать Где-то в районе Сестрорецка А между ними Ничего нет Поэтому Вещество Это вообще-то Пустой вакуум Где есть Чуть-чуть частиц И поэтому Поле Е с ноликом Как было Здесь Так и осталось С ним Ничего Не произошло Полю Абсолютно Наплевать Есть Вещество Или нет Другое дело Что внутри Вещества Есть Заряженные Частицы И пока Внешнего поля Нет Как правило Частицы Располагаются Так Если вещество Не заряжено Целиком Что Поле Создаваемое Этими частицами Равно Нулю Какое Микроскопическое Или макроскопическое Макроскопическое Микроскопическое Конечно Не может равняться Нулю Рядом с каждой Заряженной частицей Есть свое Огромное Так вот Пока Заряда Не было Все Заряды Внутри Этого Куска Вещества Если оно Не было Электрически Заряжено Если там Количество Положительных Отрицательных Зарядов Было Одинаково Все эти Заряды Создавали Нулевое Макроскопическое Поле А теперь Когда Здесь Появился Положительный Заряд Я думаю Что Заряды Внутри Вещества Могут Перейти В какое-то Движение И Наверное Отрицательные Заряды Рванутся В эту Сторону А положительные Заряды Рванутся В другую Сторону Если Без Заряды В Веществе Как Правило Никаких Макроскопических Электрических Полей Не было И не было Макроскопических Зарядов Были Только Отдельные Хорошо Перемешанные Между собой Заряды Элементарных Частиц Ну например В атомах Там электроны Сосредоточены Около ядер И в целом Заряд Атома Ноль То теперь Может Получиться Так Что у этого Края Выступил Наведенный Макроскопический Заряд И наверное Отрицательный А у этого Края Наверное Положительный Эти наведенные Заряды Могут Выступить Как на Поверхности Если Они выступают На поверхности Мы их Будем Обозначать Сигма Штрих Штрихом Будем Обозначать Наведенные Заряды Тут они Отрицательные Какие-то Тут они Какие-то Положительные Но может Случиться Так что Какие-то Заряды Скопятся И в середине Вещества Кто ж его знает Что там Может произойти Если в объеме Наведется Заряд Мы его Будем Обозначать Буквой Ро Штрих Итак Нолики Теперь Относятся К свободным Зарядам Которые Были заданы С самого Начала В условии Задачи А штрихи Будут Относиться К зарядам Наведенным Вот эти Наведенные Заряды По-разному Называются В разных Типах Веществ Если у нас Вещество Проводник То такие Заряды Называются Индуцированными Зарядами А если Вещество Диэлектрик Не проводит Ток То такие Заряды Называются Поляризационными Зарядами И те И другие Вместе Часто Называют Связанными Зарядами Потому что Они Не могут Покинуть Вещество По тем Или иным Причинам И понятно Что Вот эти Наведенные Поляризационные Или индуцированные Заряды Мне лично Очень не нравятся Два названия Потому что Сейчас я буду Вас убеждать В том Что проводники И непроводники Это В общем-то Одно и то же Проводники Это Диэлектрики Доведенные До абсурда И более того Это Предельный Случай Вакуум Это тоже Предельный Случай Диэлектрика Когда Там Зарядов Вообще Нет А проводники Это Предельный Случай Диэлектрика Когда Там Зарядом Легко Двигаться А в Диэлектрике Им не Очень Легко И Понятно Что Эти Наведенные Заряды Создадут Своё Дополнительное Поле Которое Мы будем Позначать Штрихом Вот Наверное Появятся Вот такие Линии А Снаружи Какие-нибудь Наверное Такие Линии И они Будут Идти От Плюсов К Минусам Ну Вот Что-то Такое Появится И Появится Дополнительное Поле Е Штрих Сами Понимаете Что Полное Поле По Принципу Суперпозиции В каждой Точке Пространства Будет Равно Сумме Полей Свободных Зарядов И Связанных Или Наведенных Зарядов И Теперь Возникает Задача Рассчитывать Эти Полные Поля И Рассчитывать Как Заряды Наведутся Веществе Если Мы Что-то Знаем О том Как Устроено Вещество Как Какой Оно Формы И Как Там Внутри Они Между Собой Скреплены Или Не Скреплены Мало Ли Что Там Бывает Внутри Вещества Сами Понимаете Что Если Теперь Нам Придется Лезть Внутри Вещества На Очень Большой Успех Рассчитывать Не Стоит Потому Что Мы Работаем В рамках Классической Физики А То Что Там Происходит Внутри В Атомах Или В молекулах Это Квантовая Механика Тем Не Менее Кое Что В рамках Классической Физики С той Или Иной Степени Достоверности Можно Сделать Чем Мы С вами Сейчас И Займемся Сразу Понятно Насколько Задача Трудная Дело В том Что Для Того Чтобы Знать Как Выступят Или Как Перераспределяться Заряды В Веществе Надо Знать Какие На них Действуют Силы Чтобы Знать Какие Действуют Силы Надо Знать Поле Какое Поле Под Действием Какого Поля Двигаются Заряды В Веществе Е С Ноликом Е Штрих Или Е Конечно Ж Е Поэтому Для Того Чтобы Найти Е Надо Знать Е Штрих Чтобы Знать Е Штрих Надо Знать Как Расположились Заряды А Чтобы Знать Как Расположились Заряды Надо Знать а значит и е штрих задача сама зацепилась вообще говоря самый универсальный способ решения этой задачи это компьютерное моделирование вы в первом приближении считаете что все поле это только ес на ли там и зная как устроены заряды внутри считаете как это эти заряды перераспределились по поверхности зная как они рампели распределились находите е штрих в первом приближении после этого хватаетесь за голову и понимаете что вы задачу решили неправильно пользуясь только полем ес ноликом и теперь уже для суммарного поля ес ноликом и е штрих первом приближении снова считаете как должны подправить свое положение заряда сосчитали после этого кажется что вы е штрих неправильно сосчитали заряды не так располагаются вы его снова считаете снова складываете снова подправляете положение зарядов и так делаете до тех пор пока следующая итерация компьютере не будет менять результат или будет менять результат с точностью которая уже слишком до поправки слишком малы по сравнению с той с точностью которую вы используете при решении задачи или у вас попросту кончилось компьютерное время такое тоже было вы считали считали каждая следующая поправка меняет решение а ваше оплаченное время на компьютере стекло ну что тогда сколько насчитали столько насчитали сами понимаете эта задача не для ноутбука и не для школьного программирования это задача для очень сильных программистов для счета на суперкомпьютерах с распараллеленным вычислением это серьезная тем не менее в некоторых случаях эти задачи можно пытаться решать даже на уровне школы но в очень небольшом количестве случаев вот что нам предстоит потому что это очень большая часть тем не менее в followed поэтому мы будем строить admitted что у меня есть вот что это талиска они могут разработать тоже не могут быть и это очень большим